Я хотел бы сегодня с вами поговорить о первичном. Первое. Вот это слово «первое» буду я чаще всего говорить в этой проповеди. Я думаю, раз в сто, наверное. Первое. 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 И первое. Знаете, какую трудность я сейчас испытываю? Я не знаю, как начать эту тему. Вот бывает, когда в гомиолетике ты начинаешь излагать, легко сделать вступление, первая мысль, вторая. Скорее всего, это не будет гомиолетически построено правильно проповедь. Это будут просто размышления так, как будто я сижу, сам с собой разговариваю, меня никто не слушает. То есть людей нет вокруг меня. Вот так, как будто я сам с собой разговариваю. То есть это будут просто какие-то такие мои личные размышления о жизни. Вот нормальный такой вариант, да? Но, наверное, не слишком официальный. Друзья, тема будет сейчас о первичном. Наша жизнь устроена так, что мы делаем что-то первое. И делаем что-то второе. Наше сознание устроено так, что мы что-то воспринимаем первично, что-то воспринимаем вторично. И так дальше. И вот наши размышления сегодня будут о первом, о первичном, о главном и о важном. Вообще, молодежь, так в жизни мы замечаем, что нам нравится всегда первое. Ну так, наверное, мы устроим. Назвем его так, человеческим фактором. Первое. Первое, оно самое впечатлительное. Я только что вернулся с цыганского табора. Я там был не в первый раз. Но и пять лет назад я там был в первый раз. Как вы думаете, мне запомнилось я больше в первый или второй раз? Конечно же, первый. Потому что первый, он более впечатлительный. Второй, он может быть интересен. Он может быть тоже вдохновленным. Вот разом, да. Но первый раз он самый впечатлительный. Я помню свою первую поездку за границу. Вторая же, наверное, интересна. Вот первая, да. В апреле месяце у нас китайцы начинают продавать клубнику. Ну, клубнику такую не, ну, простите, пластмассовую в магазине. Выращенную непонятно где и созревшую где-то там в темном помещении. Такую нормальную, реальную клубнику. У нас китайцы продают. Они продают клубнику в апреле. И самая дорогая клубника, это какая клубника? Первая. Так как-то устроено в мире, что самое первое, оно самое интересное. Оно самое дорогое. Я помню, ко мне приезжает моя мама, и у нее в руках вот такая коробка, в которой есть клубника. И она говорит, детки, моим детям, я привезла вам первую клубнику. Я говорю, мама, а ты сколько денег дала за нее? Ну, условно, я не помню. 15 долларов. Я говорю, мама, ты что, она же такая дорогая. Она говорит, зато она первая. А что надо маме первое дать ребенку или внуку? Первое. Друзья, первое, это самое впечатлительное. Это самое интересное. Первая черешня. Будет потом вторая, третья, четвертая и пятая. Но вот первая черешня, вот у нас дома черешня растет. И она начинает зреть. И дети говорят, договариваются между собой. Кто скушает первую красную черешню? Так, и вот они устраивают конкурс. Кто больше перемоет посуду ради первой черешни? Знаете, как это интересно, здорово. Первую. Мы готовы даже посуду мыть. Мы готовы все делать. И главное, чтобы я первый скушал. Я помню свой первый автомобиль. Второй уже не такой интересный. Нет, первый, да. Пускай он был с перекрашенной дверкой. И пускай у него левая фара была лопнутая, но этот автомобиль был первый. Второй уже все. Тем более третий. А вот первый, да. Хонда. Хонда. У нас по-американски Civic. У вас, наверное, Civic. Да. Вот. Это было в Америке. И я помню свою поездку за границу первую. Или, например, помню тот день, когда моя первая дочь в первый раз рассказала первый стих. Как часто тогда. Первая дочь, да еще и в первый раз, да еще и первый стих рассказала. Знаете, как здорово. Все первое. Одновременно сразу идет три. Три первичности. Мы едем домой с женой. Я говорю, все, слава Богу, наша первая дочь первый стих в первый раз рассказала. И тут мне нужно было в обед позвонить одному брату из другого штата Сколорада. Я звоню, Владимир Иванович, приветствую вас по какому-то вопросу. Как у вас жизнь? А у нас праздник. А я говорю, какой? Сегодня мой первый сын в первый раз. Что он сказал? В первый раз женился. Первый раз, да. И он говорит, у нас такая радость. Мой первый сын женился. А у вас как? Я говорю, а у нас первая дочь в первый раз рассказала первый стих. Видите, у него есть своя радость по своей первичности. А я радуюсь своей первичности. Потому что первая – это всегда радость. Это всегда некое такое ожидание первое. Когда я брал интервью у брата Игоря, я спросил, а какую вы первую проповедь говорили? Я помню свою первую проповедь. Да, друзья, потом была и вторая, и третья, и сотая, и трехсотая. Но вот первая, она самая, и я ее никогда не забуду. Дохвалится богатой богатством своим. Дохвалится сильной силой своей. Друзья, вот этот текст. Я сейчас помню. Этот конспект, он ужасен. Он, понимаете, он не гамилитический. Я до того, как говорил первую проповедь, я на курсы не ходил. Друзья, кажется, его можно выбросить, но я его хороню, потому что он первый. Мне моя жена говорит, я всегда хотела, чтобы первый брат, который сделает мне первое предложение, чтобы я за него вышла замуж. Первое. Хочется первого. Мы в прошлом году с молодежью летали в Нью-Йорк. И я спрашиваю, молодежь, поднимите руки, кто из вас в первый раз находится в Нью-Йорке. Раз 15 рук. Говорит, мы это никогда не... Спасибо за то, что вы наустроили первую поездку в Нью-Йорк. Ну, красивый город. Захожу я в самолет. Смотрю, там есть эконом-класс, есть бизнес-класс, а есть первый класс. Первый. Кстати, первый класс, он дороже, чем бизнес-класс. Вы в курсе? Нет. Первый класс, он дороже, чем бизнес-класс. Знаете, почему? Потому что он первый. Он дорогой, потому что там написано first class. Только потому, что он первый, он стоит выше бизнеса, потому что он первый. Однажды Иисус Христос замечал, как люди занимали какие места? Первые места. А когда люди собираются на стадион, фанаты, болельщики, как вы думаете, какие места самые дорогие? Первые. Задние дешевые. А первые? Потому что они ближе к сцене. Они первые. Странно, но люди в церквях занимают какие места? Вот если бы у нас брали деньги за посещение церкви, вот тогда бы занимали первые места. Ну, пока все бесплатно. Ну, вот, друзья, из Библии. Давайте теперь несколько примеров из Библии. Смотрите, я сейчас буду много-много-много-много примеров. Вы следите за мыслью. «Наблюдай праздник жатвы, праздник первых плодов труда твоего». Не вторичных, а первых. Кстати, молодежь, праздник жатвы – это праздник первичности. Первого. Праздник первых плодов труда твоего. Первых. Вы помните, когда Бог сказал Моисею? «Вытисьшись и вискрежали подобное первым». Моисей первые скрижали разбил. Вы помните, по какому случаю? И теперь нужны были новые скрижали. И Бог не хочет, чтобы эти скрижали стали вторичными. Он говорит, Моисей, подобно первым. Потому что первое – это самое отличное. Бог обращается через пророка к народу израильскому. «Я нашел тебя как первый плод». Израильский народ был любим Богом, потому что он был как первый плод, а не как второе. Моя жена рассказывает, когда они жили в Мичигане, достаточно холодный штат, это Детройт, около Детройта. У них был тоже огород. И она говорит, у нас в семье всегда было такое правило. «Из огорода первый помидор, первый огурец кому-то отдать». Мы иногда практикуем не всегда, к сожалению. Наверное, потому что у меня нет дома, или мы просто забываем, не думая что-то сознательно. Но мы практикуем иногда. Зареют помидоры. Вот эти ждут первого помидора. Да, их в магазине много, но это дома. Я говорю, детки, не трогайте первые помидоры. Первые десять помидоров мы дадим многодетной семье. Вот эти ходят вокруг этих помидоров, хотят первого. Я говорю, нет, мы дадим. Я начинаю объяснить. Так было в Ветхом Завете. Потому что первые, они самые дорогие, они самые желанные. Молодежь, в Библии написано, книга Деяния Апостолов 3, 26. «Бог, воскресив Сына Своего, Петр и проповедует, к вам первым послал Его благословить вас». Друзья, вот в чем ценность. Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа, израильскому народу, к вам первым. Иисус Христос в первую очередь пришел для Израиля. И Петр об этом конкретно заявляет. К вам первым послал Иисуса. Друзья, я думаю, что здесь какая для нас такая назвательная мысль. Мы должны Иисуса Христа в своей жизни воспринимать, как будто Он первым для меня лично пришел. Бог, воскресив Сына Своего, к тебе первым послал Его благословить. Друзья, видите, ко мне первым, ко мне. Так Он меня любит, что Он ко мне первым. Он не только до конца все делает, у Него еще есть первичность первая. Когда Ной вышел из ковчега, что Он первое сделал, жертвенник? Дома нет, коза утонула, нет в этом, в ковчеге еще есть. Надо и построить сарай, надо огород разработать. Ной первое строит жертвенник. Друзья, вы построили вначале и сначала себе дом построили. Для вас заработки важнее или служение Богу? Что первое? Что первое? Вот реально, давайте так. Первое что? Что для меня первое? Для Ной первое было построить жертвенник Богу. Друзья, ноль, ничего нет. Он не собирался дальше жить в ковчеге. Не собирался, по всей видимости. Вот он выходит, земля очищенная через потоп. Радуга светит. И он говорит, дети, собирайте камни, начинаем строить жертвенник. А ведь построить жертвенник, это требует времени. Первое. Первое он построил жертвенник. Бог обращается к англо-эфесской церкви. Ты оставил первую любовь. Друзья, вы когда не слышали молитвы покаяния? Господи, прости меня, что я оставил? А в чем проблема? Живи со второй любовью. Друзья, живите со второй любовью. Нет, нельзя жить со второй любовью. Друзья, и в плане брака со второй любовью нельзя жить. Даже в плане брака. Вторая любовь – это не любовь. Первая любовь. И, кстати, заметьте, друзья, что здесь не употребляется глагол «потерял первую любовь». Некоторые допускают ошибки даже из-за кафедры. Но в молитвах понятно, когда покаяние, там не до конца все. Думаешь, Господи, прости меня, что я потерял первую любовь. Друзья, между оставил и потерял. Разные вещи. Если я потерял кошелек, но это не совсем может быть… То есть это не было осознанно. Но если я его оставил, то тоже серьезно. Так вот, ангел Эфесской церкви, он оставил первую любовь. Позвольте мне сказать еще одну деталь по этой фразе. Может быть, она не совсем правильная. Может быть. Вообще, наверное, вот это выражение «оставил первую любовь» вообще неправильно. Любви не должно быть первой или второй. Вы понимаете, да? То есть я не могу любить Бога сегодня первой, завтра. Она всегда должна быть первой. Оставил первую любовь. Был такой царь Иосафат. Друзья, я так специально медленно говорю, для того, чтобы вы могли четко для себя определить вопрос первичности. Царь Иосафат. Вы помните, да? Он ходил первыми путями Давида. Молодежь. Не вторыми путями Давида, а первыми. Братья-проповедники, домашнее задание такое. Хотя вы, наверное, его не сделаете. Ладно, все равно задам. А что это за первые пути Давида? Вот Иосафат не хочет ходить вторыми путями Давида. Он хочет ходить первыми путями Давида. Братья, что это за первые пути? И Иосафат точно знал, что это за первые пути. Наверное, это когда он вышел навстречу Голиафу, вы помните. Друзья, это был его первый путь к победе. И Асофат хотел ходить первым путем Давида. Друзья, а мы с вами говорили, у Давида был не один камень, а было пять камней. И он знал, для чего он взял пять камней. И он знал, он говорит, я иду во имя Господа Бога Савофа. Друзья, вот он первый путь. И первый путь Давида, это был путь победы. И Асофат ходил первыми путями Давида. Книга Паралипоменон, 16 глава, 7 стих. Друзья, первый Паралипоменон, 16-7. В этот день Давид, когда перевозил ковчег, в первый раз дал псалом для словословия Господу через Асофа и братья его. Итак, Давид перевозил ковчег, и Давид уже песню написал. И для него был важен этот день. Он в первый раз регенту отдал ноты с песней. В первый раз. И об этом записано в Библии. Да, он регенту давал Асофу и второй раз песню, и третий. Но в Библии отмечено, что в этот день, когда он ковчег перевозил, он в первый раз дал, в первый. И Давиду это нравилось. Он подходит к Асофу и говорит, приветствую тебя, брат, благодаря тебе, мир Асоф. Я песню написал для словословия. Асоф, ты, Давид? Да, в первый раз держи и разучи с левитами, с хором. Ну, давайте еще пару примеров. Были два брата, Андрей и Петр, это апостолы. Андрей хочет сообщить Петру, что он нашел Мессию. И вот мы читаем, Андрей первый находит брата своего Петра и говорит, мы нашли Мессию. Наверное, Андрей до конца жизни радовался, что Петр от него первого узнал. Знаете, когда мы хотим секретом поделиться, мы хотим, чтобы мы первые сообщили. Первые. Уже второе, это неинтересно. И представляете, я в том, вот так, да, Аня, привет, ты слышал новость? Он говорит, а я уже слышал. Все, уже неинтересно, ты уже вторая. Первый. Так вот Андрей говорит, об Андреи написано, он первый находит брата своего Петра. И, наверное, когда Андрей с Петром идут, два родных брата, я представляю, мне кажется, они разного роста были. Но, может быть, нет. Вот они идут, идут. И Андрей такой, Петр, все-таки я тебе первый сообщил о Мессии. Друзья, приятно, первый. Кстати, друзья, хорошо, что в деле благовестия мы вот так работаем первыми. А, может быть, я первый должен своему соседу о Боге сказать? Не вторым, а первым. А знаете, о Петр? А вот Иоанн пишет в своем Евангелии, когда Христос воскрес. Кто первый прибежал ко гробу? Кто первый прибежал, Петр или Иоанн? Кто? Иоанн первый прибежал. А кто зашел первый во гроб? Петр. Мне нравится, что и Петр был первым, и Иоанн был первым. Мне вообще очень приятно. Кстати, об этом пишет сам Иоанн. Я представляю, Иоанн пишет свое Евангелие и говорит, другой ученик бежал быстрее. Ну, молодец, спасибо ему за скромность. Он-то не пишет, что это был Иоанн. Другой ученик бежал быстрее и подбежал ко гробу. А потом он говорит, нет, Петр может обидеться, что я о нем ничего не написал. Но Петр первый вошел во гроб. Ну, я так по-простому. Друзья, смотрите, один первый прибежал, а другой первый вошел во гроб. Да, друзья, мир помнят первых. Откройте книгу Генниса. У вас есть? Там только первое. Мир не хочет записывать в книгу Генниса вторых. Это неинтересно. В книге Генниса, которую читает весь мир, там только первое. И знаете, что люди предпринимают для того, чтобы оказаться в этой книге? Они пекут торт длиной в 12 метров. Я не буду всего перечислять. До безумия. Оказаться первым. Я по этому поводу скажу чуть попозже. Это по записке. Два брата. Каин и Авель. Я так немножко в разброс. Это очень все свежо просто. Неорганизованно. Каин и Авель. Друзья, в Библии написано, что Авель принес Богу жертву лучшую. Есть несколько ответов, почему жертва Авеля была лучше жертвой Каина. И вот один из ответов. Каин принес от плодов земли дар Господу. И все, и больше ничего. А Авель принес каких? От первородных. Вот в чем существенно. Простите, Каин первый помидор съел, а второй дал Богу. Первая до Себы, вторую Богу. А Авель не так. Он от первородного стада дал. Друзья, жертва Авеля, она стала жертвой лучшей благодаря первичностью. Богу самое лучшее. Мне нет. Мы сегодня проводили молитвенный час. И вчера. Один и тот же самый молитвенный час в двух группах. Купальня Вефезда. Ангел по временам возмущает воду. И кто? Первый входит в воду, получает исцеление. Да вы представляете разочарование второго. На секунду не успел. На секунду. Кто первый входил, первый, тот получал исцеление. Жестко. Кажется, не совсем приятно. Ну, принципиально. Первый. Первый получал исцеление. У Анны был сын Самуил. Как вы думаете, почему она отдала его Господу? Потому что он был первым. Друзья, нелегко первое кому-то отдать. Нелегко. Хочется самому съесть. Хочется придержать сыночка дома. Ведь он же первый. Кстати, друзья, ситуация усугубляется, знаете, чем? Тем, что Анна не знала, будет ли второй. Это мы знаем, что там еще было. Она первого, друзья. И она обещает Богу, что она первая даст Богу. Вот она принципиальность христианской жизни. Первое – это более качественное, это более лучшее, это более дорогое. Она отдает Анну Господу. Самуилу Господу. Однажды я лечу в самолете. Интересный такой случай. У меня рейс Миннесота-Миннеаполис, Сакраменто с пересадкой в Фениксе. Я лечу компанией Саутвест. Я уже, по-моему, говорил, это компания. Когда ты садишься, у тебя на билете не написано точно место твое. То есть ты занимаешь любое место, которое тебе нравится в самолете. Это правило компании. И получается, что у меня layover time, то есть время пересадки очень коротко. И я из одного терминала бежал во второй. Да, я когда покупал билет, там было написано, что берите билет, если вы считаете, что вы успеете. Но у меня высокий, я побежал и все, в общем-то. Проблем нет. И я последним забегаю в самолет. Немножко вот это вот. Все, уже все люди сидят. Ну, наверное, меня ждали. Я как бы еще не сильно задерживался. Друзья, очень интересно. Я захожу в самолет. Так, знаете, поворачивай. И передо мной. Ну, а тут широкие сидения. Первый класс. А дальше эконом. Я посмотрю. Так, так, ну все, лучших мест уже нет. Первых нет мест. За первое место я не заплатил. Мне нужно идти в эконом-класс. Так, так. И вдруг поворачиваю голову. Смотрю, что здесь в первом классе сидит девушка. Она сидит около иллюминатора. А около ню место пустое. Как-то так, я не знаю. Я, ну, как бы не всегда так делаю. Я поворачиваюсь к человеку, который стоит рядом. Он, ну, работает в самолете. Нет, стюардесса-то она, а он кто? Стюард. Чуть мне не нравится слово стюард. Ладно. Вот. И я вот так поворачиваюсь к нему и спрашиваю. А эта девушка, она, знаете, она сидит, она в очках. Такие черные очки. Она смотрела в иллюминатор, а потом как бы повернула голову сюда. Я спрашиваю. Она слепая, а он меня так смотрит и говорит. А ты откуда знаешь? Он меня спрашивает. Я говорю, да, я просто интересуюсь. И он говорит, молодой человек, мимо нее, она первая сидела в самолете, мимо нее прошло 150 человек. И никто мне не спросил, этот человек слепой или нет. Ты первый, кто заметил. Садись в первый класс. Так, что тебе лимонад, одно, второе вот. И потом он говорит, ты должен будешь ухаживать за ней. Я говорю, что входит. Тебе нужно будет рассказывать, что за бортом, за иллюминатором. Говорит, когда мы будем взлетать, когда будет время посадки, чтобы это не было неожиданно. Ну и, в общем-то, я постарался. В общем, очень печальная история. Она родилась зрячая и в 4 года упала с лошади. И ослепла навсегда. Она христианка, и она летит с конференции. По всей видимости, очень богатая. По всей видимости. Есть ли такую директиву подсказывать, что за иллюминатором? Друзья, знаете, что было очень приятно? Мне. Что я первый заметил? Первый. Однажды ученики со Христом идут из храма. Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики не видят, а он видит первый. Вот она ситуация. Молодежь, а утром, когда вы встаете, что вы первое делаете? Включайте телефон. Что мы первое делаем? Не третье, не четвертое. Первое. Вот я утром встал. Ну да, надо зубы почистить. Я понимаю. Друзья, не телефон, не планировку моего сегодняшнего дня. Не знаю, у меня есть один друг очень хороший. Мы иногда с ним ездим в поездку. Мне нравится его принцип. Он, когда встает. И вот, я не знаю, может быть, это не всем правильно. Он так просыпается, потом вываливается с кровати и в первую очередь молится. Я говорю, слушай, ну ты не успел проснуться. Он говорит, я так делаю, потому что я потом забываю молиться. Говорит, я в молитве, вроде как не правильно просыпаюсь во время молитвы. Говорит, но зато я знаю, что я уже точно, прежде чем я почистил зубы, сходил в туалет, я уже помолился. Мне так нравится. То есть для него принципиально первое, это сразу помолиться. Давид говорит, когда я пробуждаюсь, я с тобой. Вот первичность. Мы поем песню. Утром, когда встает рассвет. Не вечером, а утром. Вообще, молодежь, немножко по поводу этого чуть-чуть остановлюсь. Нам надо утро начинать правильно. Давид вставал рано утром. Аврам вставал рано утром. Христос вставал рано утром. У меня дети дома все, все встают в пол седьмого. До исключения. У меня жена говорит, я все детство вставала в 4 утра. Все детство. Нас отец это поднимал на трубе. Тун-ту-рун на небесной перекличке. Друзья, первичность. Что мы делаем? Кстати, друзья, Давид встает рано утром, побеждает Голиаф. А встает после обеда, согрешает с Ферсавией. Давид перепутал. Будильник не вовремя прозвенел. Еще раз, Давид встает рано утром и первое, вот у него победа, победа над Голиафом происходит, когда ты первичность видишь. Встает после обеда и согрешает с Ферсавией. Аврам встает рано утром, идет на то место, где он разговаривает с Богом. Скажите, молодежь, воскресенье это какой день недели? Первый. А мне нравится, что мы собираемся на собрание в первый день недели. Даже в Библии написано в первый день недели. Скажите, а в какой день Христос воскрес? В первый. Скажите, молодежь, а в какой воскресенье месяце у нас хлебопреломление? Первое. Мне тоже нравится. Первое воскресенье месяца должно быть хлебопреломление. Ни второе, ни третье. Первое. Похоже, какая-то задумка в этом есть. Скажите, молодежь, в каком городе верующие стали в первый раз называться христианами? В Антиохии. Знаете, чем антиохийцы, наверное, ну не то, что сами себе нравились. Я не думаю, что они гордились, что в первый раз верующие стали называться христианами в Антиохии. Наверное, какой-нибудь такой горденький коронфианин говорит, мы тоже христиане. Антиохийцы говорит, а мы первыми стали. Так что мы вторые. Это уже неинтересно. Скажите, молодежь, а вам нравятся первые минуты собрания? Вот некоторые сейчас пропустили первые минуты, пришли на вторую, это плохо, это все неинтересно. Надо приходить на собрание на первую минуту, так же, братья, на первую. Друзья, приучайтесь приходить на первую. Если мы сейчас гнали, я говорю водителю, я говорю, Игорь, гони, мне нужно на первую минуту собрания успеть. Правда, они по правилам ехали. Плохо. По правде, они поистине ехали. Друзья, первая минута. Для меня это очень принципиально. У нас собрание в девять часов утра, в воскресенье, в девять. Я бы перенес вообще на восемь. Вот, у нас некоторые до сих пор говорят, надо на десять. Я говорю, а что, мало спите, что ли? Я говорю, братья, сестры, давайте переведем на восемь. Братья, сестры, когда мы будем проводить утреннее собрание в церкви на Пасху? Один такой встает, проспал полусобрания. Братья, сестры, как было всегда на десять. Потом, ой, как было всегда на девять. Он забыл, что у нас даже на девять собрания. Проспал полусобрания, тут такие идеи дают на членском собрании. Ходит, сонный. Понимаете? Похоже, у него ничего первичного нет. К моей жене приехала пациентка. Черная женщина. Африканка какая-то. Там что-то моя жена лечила, лечила, лечила. А это прямо перед Пасхой. Прямо за день до Пасхи. И что-то они говорили. Она говорит, да, я тоже верующая, вы верующая. И она спрашивает мою жену, а во сколько у вас утреннее собрание? Моя говорит, ну, на Пасху у нас восемь. Вот так поздно у нас в три ночи. Друзья, у человека есть первичность. Хватит спать. Надо приходить на первую минуту собрания. На первую. Молодежь, мне очень неприятно, когда я на первую минуту собрания опаздываю. У нас есть люди, которые привыкли приходить на собрание на четвертой минуте, на пятой. У нас одни служители говорят, братья, давайте в начале собрания будем петь две песни общего пения. Я говорю, почему? Чтобы во время второй песни еще люди заходили. Это я говорю, давайте мы дойдем до пятой песни скоро. Куда можно ниже опускаться? Мы начинаем собрание в 4.00 и на первую минуту уже вся церковь должна быть в сборе. Вся. Друзья, это принципиально. Да, наши дети будут еще хуже поступать. Еще хуже. Первое. Первое Богу. Бракосочетание у нас в американском объединении, как правило, происходит в субботу. У нас почти не бывает свадеб и воскресенье. По некоторым причинам. Ну и аргументированно, может, не совсем. Ладно. И вот я беседую с женихом и невестой. У вас брак будет в субботу. Слушайте внимательно. Закончится брак. А что вы будете делать в воскресенье? Мы поедем фотографироваться в Сан-Франциско. Я говорю, да. Ну, интересно. Первый день совместной жизни провести в Сан-Франциско, а почему не в церкви? А мы что-то об этом и не подумали. Ну, думайте. Ну, вы представляете, да, молодые люди вступили в брак. Друзья, у них будет в понедельник уже неинтересно даже на разбор ходить. Я имею в виду во второй день совместной жизни. Первый день совместной жизни, он будет однажды в жизни. Если мы настолько ценим первую клубнику и первые черешни, то уж давайте дорожить первым собранием после свадьбы. Иначе нам клубника будет дороже, чем собрание первое. И вот ты объясняешь молодым, и вот они наконец-то соглашаются. А потом признаются. Спасибо, что вы подсказали. На самом деле, очень приятно в первый день совместной нашей жизни побыть в церкви на служении. Однажды мне довелось быть в Одессе. Посетил я одну семью. Одесситы продают цветы. Там Черное море, туристы, ну и не только. И вот мне что рассказывает отец. Потрясающая история. Говорит, Венимина, я тебе расскажу случай, который произошел в нашей семье. Нашей старшей дочери, по-моему, ей было 10 лет, не знаю. Многодетная семья. Говорит, у нас огромная теплица. И мы знаем, что работа у нас очень сезонная. И нам нужно к празднику 8 марта хорошо подготовиться, чтобы продать много цветов. Это наша семейная работа. Мы на этом живем. Ну и не только 8 марта. Да, это советский праздник. Тем не менее, это работа есть работа. Говорит, мы знаем, что чем раньше утром, раньше мы приедем на рынок, мы займем более лучшее место. Как бы у них там не было еще своего места, не знаю почему. Лучшее место. Значит, нужно было встать рано утром. И первые покупатели, они самые денежные. Они хотят перехватить самые дорогие букеты. Говорит, мы это точно знаем. Да, они встают рано утром и покупают самые дорогие букеты. После обеда остаются одни ромашки. Скажем так. И вот, говорит, мы приходим. А у нас есть такая традиция, что первый букет делает наша старшая дочь. И в награду за ее работу она продает и берет сама себе эти деньги на свои нужные. Конечно же, она старается изо всех сил. Потому что ей нужно продать первый букет. Первый – это ее. Второй будет продавать мама. Ну, даже если она продаст, деньги уже дают мне. Но вы можете представить, 10-летняя девчонка, и она оформляет. Да, у нее уже голова работает, она уже знает, как это оформить. И мы видим, как она старается. Она спешит сделать первый букет. Цена будет очень серьезная. Надо его сделать первый, должен быть самый красивый, потому что он первый. Говорит, и точно. Говорит, смотрю, вот идет женщина. В очень дорогой одежды она подходит. Скажите, пожалуйста, а почем букет? В это время, говорит, мы смотрим, наша дочка за кем-то наблюдает. Говорит, нас очень заинтересовало. Эта женщина подходит, а она с ней говорит, извините, извините. И эта женщина стоит, не может понять. Букет она хочет. А эта девочка тоже с ней разговаривать не хочет. И вдруг девочка поворачивает нам и говорит, папа, а ты не против, если я подарю этот букет вон той девочке, которая подметает рынок? А там одна бедненькая девочка с такой большой метлой подметает рынок. Ну, там вороны там летают. В общем, такая, рынок только открывается. Тут стоит женщина-покупательница, похоже, с деньгами. Говорит, это было совершенно неожиданно. Вот за кем она наблюдала. Я думаю, да, доченька, конечно. Эта женщина поворачивается. Думаю, вот это да. Странная девчонка. А эта девочка берет этот букет дорогих цветов. Идет прямо к этой девочке. А там вообще ничего не замечает. И мы видим, говорит, что она с ней разговаривает несколько секунд. Потом та девочка, бедненькая, обняла нашу девочку. И наша девочка возвращается без букета. И мы спрашиваем, доченька, ты подарила ей букет? Говорит, да. И мне стало, говорит, очень жалко. Я знала, что первое нужно отдавать Богу. Говорит, я ей дал букет и говорю, что ну я вот тебе дарю букет. Говорит, она у меня посмотрела и говорит, а у меня сегодня, говорит, день рождения. Он говорит мне, и говорит, ты знаешь, говорит, Вениамин, так было приятно. Эта женщина так и ушла без букета, потому что второго уже не было. Нужно было его готовить. Друзья, посмотрите, ребенок уже с детства учится первое не до себе. Не мне, 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 а кому-то отдать. И, по всей видимости, эта девочка первая получила самый дорогой букет на рынке. Наверное, у нее родителей не было. Друзья, это принцип. Молодежь, я понимаю, что первое – это юность. Юность. Очень печально, когда молодые люди первое отдают миру. Первую любовь отдали мирской девчонке. Первая дискотека. Первый кинотеатр. Первая сигарета. Друзья, а второе, а второе – Богу. Это будет потом. Потом я покаюсь. Потом выйду в церковь. Хочу нагуляться. У меня друзья есть. Друзья, первое – нужно отдавать Богу. Ведь мы поем такие песни. В утро юности прекрасный, жизнерадостный рассвет. Мы спешим на призыв Божий. Ну тогда что, друзья? Юность. Юность. Первое. Один парень. У парня одного была девушка. Похоже, это светский пример. И она жила где-то в девятиэтажном доме. Игровая площадка. Там была не только игровая площадка. Еще что-то было. И вот он однажды пришел. Я где-то читал. Не знаю, не помню где. Может быть, я не совсем точно. Но суть такова. И он пришел к ней на свидание. И у него огромный букет цветов. Ну, хотел своей невесте, там, девушке подарок сделать. Ну, надо сделать сюрприз. И он так ждет. Назовем там. И на, там кричит, да. Она раз через окошко. Сейчас спущусь. Ну, наверное, пока оделась. А он взволнован. Руки трясутся. Вот. Она к нему подходит. Он на. И говорит, о, ужас. Коза сзади все съела. Одни палки остались. Она такая, ты что, совсем что ли? Ну, а сзади коза. Она, пока. А он думал, у него руки трясутся. А там и коза все ест. От волнения. Похоже, они оба волновались. Так хотела быстрее съесть. Я тогда хотел быстрее подарить. Друзья, вот не происходит ли нечто подобное? Вот так вот. Пошел в мир, нагулялся. А потом, да, надо идти в церковь. Так, я хочу быть сочитанным в церкви. Надо, надо, надо. Так надо быстрее крещение принимать. Ну, как же. Папа с мамой сказали, что надо в церкви. Да, даже православные считают, что нужно венчаться. А что, хуже православные, что ли? Там быстрее кается, идти в церковь. Друзья, и вот так все вверх тормашками. Сначала роман завязали, подружились, попереписывались. Потом решили войти в церковь. Друзья, и вот первое отдали непонятно куда, а второе Богу. Молодежь, помните, первое, по порядочку должно быть. Оно должно быть Богу. Дуэт Муди однажды вернулся с одной поездки, его кто-то спрашивает. Скажите, пожалуйста, как прошло богослужение? Он говорит, очень хорошо. На сегодняшнем собрании покаялось два с половиной человека. Это в одном из вод трудов. И кто-то спрашивает. Мы не поняли. Как это? Он говорит, все очень просто. Покаялось два юноши и один дедушка. Да, это был символичный ответ. Два юноши – это молодые люди, которые еще успеют для Бога потрудиться. А дедушка, да, он покаялся, слава Богу. Но уже последнее Богу дал, вот последнее. Друзья, помните, мы с вами говорили, тот, кто не застегнет первую пуговицу как надо, тот не застегнется, как следует дальше. Помните, да? Этот принцип работает и здесь. Братья, завтра будете застегивать рубашку? Правильную, первую пуговицу застегните, и дальше будет все окей. Не при этом вам смотреть на человека, который перепутал пуговицы. Братья, вы хотите с перепутанного? Вот первую неправильно, и вот такая рубашка. Друзья, а как так? Рубашку начинаю с первой пуговицы, и не перепутать. Вот стоит он около. У нас есть братья, которые 15 минут около зеркала стоят. Больше чем зеркало. Вот он, первую. Даже маленькие детки подумают, папа, застегни мне первую пуговицу. Вот у меня Вильям. Он не может никак застегнуть, он постоянно путает. Ну ладно, ему 4 года, но если он в 14 лет будет путать, то это вообще будет проблема. Мне довелось быть в музее Билли Грэма. Билли Грэм, наш американский проповедник, умер не так давно. Его резиденция находится в Северной Королии. Он умер в возрасте 99 лет. Я очень много позитивного взял. Друзья, я прочитал его биографию. Не каждый 99-летний дедушка перед смертью соберет своих внуков и будет им рассказывать Евангелие благодати Божией. Не каждый. Я на Ютьюбе, ну простите, мы смотрим на Ютьюб. Вы что же смотрим? Реально давайте. Я послушал на Ютьюбе его речь к внукам и правнукам. Я говорю, Кристал, дай Бог мне такую милость, чтобы в 99 лет я вот такой ясный разум умел собрать своих правнуков и рассказать им от начала до конца Евангелия благодати Божией. Просто потрясающая молодежь. Я удивляюсь. 99 лет человеку. Не ноет, сидит. Понимаете, бывает же ты. Друзья, а знаете почему? Прочитайте его в игре. Что у него было первично в жизни? Что было первично? В 56-м году он проповедовал в Тайм-сквер в Нью-Йорке. 550 тысяч человек было на площади. И он проповедовал 45 минут об Евангелии. Друзья, я восхищаюсь такими людьми. Потому что они первое начинали правильно. Юность. Не потом все вот так вот выпрямлять. Друзья, да, Бог выпрямляет. Ну давайте сначала начинать первое хорошее, чтобы было. Молодежь, я буду заканчивать. Я хочу вот какую мысль сказать. А знаете, почему некоторые люди не каются? Потому что они себя считают вторыми из грешников. Вторыми. И вот призыв к покаянию. Дорогой друг, Христос тебя зовет на покаяние. Вот он сидит и видит в себе что-то доброе. Друзья, он себя первым. Знаете, кто кается? Тот, кто видит себя первыми. Вот пока ты. Знаете, некоторые говорят, надо заставлять. Нет, не надо. Он не созрел к первичности. Он должен увидеть себя первым из грешников. У меня была такая проблема, друзья. Я так сын верующих родителей. Ну у нас некоторые люди кались в 13, в 14 лет. Мне было 15, а я не каюсь. А знаете, у меня вообще была проблема. Потому что мы телевизор не смотрели, невероятных друзей не имели. И я считал себя далеко не первым из грешников. Да-да-да-да, я был очень прав. Смотря на своих одноклассников, я был святой. Я был прав. Я на самом деле, я сам себе говорил. Я-то не делаю, они делают. Друзья, ну вот когда я увидел себя на фоне Божьей святости, не на фоне святости соседа, скажем, вот тогда я увидел себя первым из грешников. Хуже не придумаешь. Первый из грешников. Молодежь, вы в каком воскресенье хотите иметь участие? В первом или втором? Первом. Друзья, если в нашей жизни все будет по-первыхому, по-божьему, мы с вами будем иметь участие в воскресенье первом. Блажен, имеющий участие в воскресенье первом. Молодежь, помните, что воскресенье, попросите восхищение, оно будет первый раз и последний. А это еще серьезнее. Там вообще вторичного нет. Знаете, друзья, если в воскресенье еще есть второе воскресенье, то в восхищении церкви вторичности вообще нет. Оно будет первый раз и последний. А знаете почему? Потому что Иисус Христос есть первый и последний одновременно. Альфа и мега, начало и конец. Молодежь, последняя мысль у меня будет такая. Мы только что с вами в течение 50 минут говорили о том, что первое нужно отдавать Богу. И в заключении короткая мысль. Первое отдавать Богу, но не быть первыми. Главное, простите, педали не перепутать. Вот, друзья, вот здесь главное не перепутать. Первое отдавать или первым быть. Здесь записка. Многие же будут первые последними, а последние первыми, друзья. Вот об этом идет речь. Слово Божие нас призывает не быть первыми. Первыми невестами на деревне, первая скрипка. Нет, я понимаю, что в оркестре есть первая скрипка. Но я имею в виду так. Первое. Друзья, а первое отдавать. Лучше отдавать Богу. Первое. Не быть первыми, а дать Богу. Кто хочет быть первым, а вот если ты хочешь быть первым, да будет всем слугою. Итак, молодежь, я заканчиваю вот эти размышления. Друзья, мне хотелось бы, друзья, сказать, что мир помнит первых. Там очень сильно пахнет гордостью. Быть первым. Войти в книгу рекордов Гиннеса. Друзья, наша задача не быть первыми для себя. Быть первыми из грешников и первое отдавать. Чтобы наша юность была посвящена нашему Господу. Первое. Первое. Самое лучшее. Самое ожидаемое. Молодежь. Наш Господь ожидает от нас первичности. Здесь записка пришла. Поделитесь, пожалуйста, аргументами, почему в субботу лучше проводить свадьбы, чем воскресенье. Нам интересно. Просто у нас свадьбы проходят в воскресенье. Первая причина. У нас трудно найти зал для брачного пира в воскресенье. Легче найти в субботу. Потому что, как правило, это дома молитвы. В воскресенье никто не хочет сдавать в аренду. Во-вторых, наши братья не хотят, чтобы свадьбы проходили в воскресенье. Потому что их настолько много, что почти мы не можем провести нормальные собрания вне брачной темы. Ну вот у нас в молодежи в этом году 12 человек уже вступили в брак. Вот. И сейчас приеду еще одна. Ну и представляете, если вот так вот. У нас один год в нашей церкви было 17 браков. Один год. И мы три месяца подряд у нас в воскресенье были. Свадьба, 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 свадьба. Даже после вечерей была свадьба. Не было больше дополнительных воскресеньев. И мы перешли на субботу. По этой записке подойдете, я отвечу. Друзья, я предлагаю сейчас помолиться. Друзья, о чем помолиться? О том, чтобы не стремиться быть первыми. Разве что для Бога. Да, бегущие на ресталища бегут все. Один получает награду. Вот для Бога, друзья, да. Там хорошо быть. И то в смирении сердца. А вот первое отдавать. Мы еще раз с вами говорили о любви. Любовь, принцип любви, отдавать. Давайте первое отдавать другим. Аминь.